всем привет сегодня у нас на обзоре вот такой светодиодный светильник ночник от фирмы ferron модель его FN1103 как указано потребляет он всего 0,3 ватта такие ночники бывают разного исполнения вот это у меня кораблик он светится синим цветом есть еще елочки зеленые там домики разноцветные сердечки красные в общем форм очень много и на сайте ferron они все предоставлены значит ну пишут очень красиво потребление всего 0,3 ватта что в год составляет приблизительно 1 киловатт но к этому мы с вами еще вернемся также вот характеристики вам покажу номинальная сила тока 2 миллиампера всего поэтому мы тоже с вами еще рассмотрим это протестируем но пока я просто хочу показать вам такой ночник вот так он красиво выглядит интересная особенность этого ночника в том что он имеет у нас детектор освещенности то есть его можно днем не вытаскивать из розетки он днем светить не будет светиться потому что свет попадает на датчик и он выключается ну я вам это все покажу и принципе прямо сейчас и покажу давайте посмотрим ну вот так вот он ночью у нас светится светится очень красиво на камеру может быть будет не так красиво но светится здорово отлично все освещает очень полезная штука тем у кого дома есть маленькие дети у меня дочка его называет огонек который отгоняет чудовище и он очень нравится вот если же мы включим свет ну давайте я подключу фонариком оно видно что он у нас уже не светится если я выключу светится так так не светится фонарик мощный конечно вот так будет хорошо раз горит не горит горит не горит вот видно зажигается ну а теперь давайте посмотрим сколько он у нас потребляет и я его разберу и покажу как он устроен и так выключенном состоянии когда он у нас не светится он у нас потребляет 0,5 0,6 ватта что уже намного больше в принципе чем указал производителю два раза больше почему он пишет что 0,3 ватта это максимум потребляет всего 0,3 ватта еще раз показываю так вот 0,5 0,6 ватта он потребляет тогда когда он не горит если мы закроем датчик светодиод у нас зажегся будет плохо видно вот сильно загорелась и потребление у нас 1,4 ватта что еще намного больше чем указал производитель это конечно не много даже если он будет потреблять 1 на 4 ватта сутки то за месяц это набежит сколько там на рубль да то есть ерунда но тем не менее совсем не то что пишет производитель вот сейчас не светится 0,5 0,6 ватта светится 1,4 ватта видите по току давайте переключим режим измерения тока значит производитель указывает что потребляет всего 2 миллиампера видите да 0,2 0 и 2 2 миллиампера мыши видим потребление тока 21 миллиампер причем независимо от того светит у нас светодиод вот сейчас горит или не горит потребление тока у нас остается неизменным вообще не меняется вот сейчас вот горит вот видно вот здесь вот синенькое видите вот не горит то есть если ватты мы видим меняются то сила тока неизменна тоже очень интересно еще раз 0,5 0,6 1,4 то есть что-то тут со схемой они намудрили конечно ну давайте теперь разберем и посмотрим что у него внутри разбирается он очень просто два самореза кстати здесь вот тоже наклеечка мы видим модель и также указано 0,3 ватта но мы с вами уже убедились в том что это не правда откручиваем саморезы снимаем крышечку мы видим такую платку один светодиод обыкновенный светодиод на 5 миллиметров синего цвета можно поставить любой зеленый желтый в принципе трехцветный мигающий без разницы фото сопротивления фоторезистор а вот в принципе сама платка плата простейшая гасящий конденсатор один транзистор у нас 2N или 2SC9014 да 2SC9014 обычный транзистор гасящий конденсатор три сопротивления так но это у нас по схеме вот я уже вижу первый косяк какой косяк вот это сопротивление она у нас стоит параллельно конденсатору назначение его когда мы выключаем прибор из розетки и чтобы нас не ударило током если мы прикоснемся вот к этим контактам чтобы потому что к ним если его не будет конденсатор будет разряжаться через наши руки и нос ударит током вот чтобы этого не произошло вот вставят тут сопротивление сопротивление должно быть номиналом где-то 1 мегаум ну это стандартное значение 1 мегаум а здесь я вижу стоит 270 килоум это очень мало ну вот посмотрите сами на маркировке красный фиолетовый и желтый это 270 килоум если бы было 470 это было бы еще нормально но лучше ставить мегаум здесь его надо менять тут есть еще один косяк причем такой очень серьезный ладно давайте я пока поменяю сопротивление и мы посмотрим ну вот я поставил 1 мегаум вот теперь правильно и второй косяк о котором я сразу не сказал значит схема вообще я удивлен от этой схемы честно говоря ну я не знаю почему так сделали китайцы или кто там ее разрабатывал эту схему думаю китайцы хотя может быть и наши просто заказывают в китае изготовление тут гадать не хочу но тот кто разрабатывал эту схему мне непонятен значит вот этот транзистор он работает в ключевом режиме по логике он должен у нас подключать светодиод и отключать то есть когда светло он его отключил чтобы он не светился а когда темно он его просто подключил но в принципе все схемы вот подобного рода которые только существует которые я знаю они так и работают а здесь наоборот он не подключает светодиод он его шунтирует то есть когда у нас светло он его шунтирует и ток идет уже просто не через светодиод а через сам транзистор когда темно транзистор у нас выключается и ток начинает течь уже через светодиод то есть он как шунт работает то есть замокает его поэтому независимо от того горит у нас светодиод или не горит потребление вот схема все равно потребляет ток ну что мы собственно говоря и увидели и именно поэтому только был таким большим 1.4 ватта ну для схемки с одним светодиодом маленьким обычным светодиодом это же не мощный это самый обыкновенный голубой светодиод никакой он там не хитрый самый обыкновенный который вообще практически ничего не потребляет ну вот здесь мы видим потребление 1.4 ватта ну это фонарь это вот вот цвет вот где-то вот такой свет это вот 11 ватт а здесь потребление 1.4 то есть ну непонятно мне то ладно со схемой я буду разбираться я ее перерисую для начала как здесь сделано и потом наверное я переделаю эту схему и вам покажу на это будет уже отдельное видео и так смотрим что у нас теперь вышло замененным сопротивлением не горит мы видим 0 7 ватта вроде бы немножко увеличилась да горит 0 6 ватта не горит 0 7 горит 0 6 видите уменьшается а было 1 и 4 когда горела ну вот если кто не запомнил перемотайте видео назад и посмотрите когда у нас горел светодиод потребление было 1 и 4 ватта теперь мы видим 0 6 здесь у нас было 0 5 0 6 но сейчас 0 7 в принципе не страшно особенно для тех кто будет его днем вытаскивать это вообще не актуально да и вообще мы снизили потребление в два раза то есть теперь в месяц мы будем платить не один рубль а 50 копеек экономия в два раза это серьезно согласитесь мы я про два раза вот сами смотрите это конечно все равно далеко не то что утверждает производитель он утверждает 0 3 ватта мы добились 0 6 ватта но уже и не 1 и 4 ватта вот такая вот нехитрая доработка копеечная а уже снижает потребление ровно в два раза кстати ток у нас не изменился вот как был 21 миллиампер так 21 миллиампер и остался причем независимо от того светится у нас светодиод или не светится только остался прежним но оно и понятно потому что схема то не отключается у нас так работает светодиод так работает транзистор замокает на себя вот если кто-то мне сможет объяснить логику этого конструктора я буду очень признателен потому что ну как по мне это бред полный бред ладно ну в принципе вот и все светильник на самом деле классный даже вот без этих доработок классно светит мало потребляет ну а с доработкой так вообще класс ну и в следующем видео я наверное его полностью переделаю и покажу как из него сделать еще лучший светильник все всем пока надеюсь эта информация была вам полезна до новых встреч бред на в